Пришли они из бани, у меня зубаня была, и девчонка взрослая толкнула парня, и он упал спиной на колышки где-то. Я собрал лагерь, пошли все туда, и заново мы смоделировали, как это было. Я не хотел, а то другого, ты сидела там на скамеечке, он шел, не подошел. Ты к нему навстречу пошла, а никто не пошел. Зачем ты пошла? У тебя прямое было желание столкнуть его. Вот теперь, пока он не вылечится, ты все время будешь водить его за руку и заботиться о нем. Понятно? И она теперь до самого конца, он уже не болеет, я хочу один. Нет, и у тебя еще боленька болит, наверное, там. И чтобы он лишний раз не жаловался, она ему уже надоела, она пихает за столом, а рука не шевелится, с ложечки корми его. И я ему двойную порцию даю, и она его кормит сидит. Понимаешь, я их привязал к себе толстыми веревками детей. В то же время они знают, что я беспощаден в вопросе наказания, кто кого обидел. Это семь горящих. Если заматерился где-то, пять горящих. Жаловаться нельзя, но если тот обидел, а она сказала, идем к старшему, он не идет, теперь можешь одна прийти и сказать. Теперь я найду на него управу. И весь лагерь молится, а я его завожу отдельно, и дальше начинаем. И на погранищу хлопну так, чтобы слышно было, там с линями-то под глазами сделаешь, что ты сморщись. Так он приехал домой, баба, я считал дядя Игнатий такой злой, а он такой добрый, он меня там не наказал. Так тебя разве тогда не наказали, Рома? Не наказали меня. Я больше никогда этого не делал. Мое дело не наказание, а в осознании. Это Татьянин внук. И ролик про него стоит, как он, хочу домой, мама там. И это требует основательно. Я человек, а я сижу там, говорю, да какой ты человек, у тебя ни воли нет, ничего, только называешься человеком. Это все ролик поставленный. Видел, Лера, да? Это работа. И это 40 лет позади. А у меня такие были ситуации. Вот она воровка. Цыганка ворует и все. У меня цыганята были. Но никогда не болеют, они как груздочки. Босиком, ни по чем им растают, будто он даже не обувается, а эти так. Я всегда ее ставил, но она ворует. А тетя Наташа говорит, у тебя деньги были, почему? А приехали на крещение, она всех обворовала. Он на крещение приехал. Ну и изъяли деньги. А Наталья приходит, когда в одной палатке была, в этой келью-то, на курих ножках. А почему ты у меня не воровала? Так, я видел, ты каждый день считаешь их. Каждый день. Я ей лет шесть, наверное. Ну, ничего не могли сделать. Тогда я ей написал большой, Наташа, кажется, написала плакат. Я воровка. Я воровка. И с этой там куча большая была стружек, коры. И она сидела, дознав только, и держала перед всеми. Я воровка. Я ее прошив. Больше она не воровала. С тыдом, да? Видите как? Так каждому ребенку, говорится, свой подход. Я просто вспоминаю. Один пацанинок там далее работает рвать траву. А он не рвет. Подошли, говорят, а он не рвет. А почему не рвет? Не знаю, сел и сидит там вот так вот, скочужился, не рвет. Ребята, по домам. Я пойду к нему. Подошел. А он меня даже не видит. Он, оказывается, как муравьи там таскает, и там жужжинку какую-то его трогать не надо. У него есть следовательский характер. Отойдем. Эту работу мы сделаем. Понимаешь? Мне не работа нужна. Мне нужно пробудить в тебе качества, какие тебе потребуются во взрослой жизни. Вот Роман, брат твой, мы в саду берем ягоды. Нужно набрать каждому по кружке. Кирилл. Виноват, Кирилл. Ребята, а он перешел через... Я клел растет, а мы на другой стороне еще малины не берем-то. Он, говорит, не берет. Он берет, говорит, по ягодке-то и поет. Ребята, не трожься. Я подошел. В пусты сел и смотрю. Он ягодку старет, малины. Святый Боже! Ягодку старет, святый, крепкий. Опять ягодку старет, святый, бессмертный. Я всех вывел потихоньку за плен. Больше не трожьте. Он молится за всех. Его трогать нельзя. Он трудится для нас. Понимаешь? Другое дело. А, надо больше ягод набрать. Я набрал больше, чем вы. А он не набрал ничего. Не надо. Он набрал. Вы просто не видели, где эти ягоды. И ребенок это должен понять и почувствовать. А как вы так вот адекватное наказание точно по этому? Не знаю. Я просто знаю. Идут, и они разбредаются. Я остановился. Ребята, я сказал от меня, чтобы не было больше трех шагов. Идем одной группой. Идем за ягодами. А вот пацаненок высокий такой, тоненький. И сзади идет. Как только три шага будет, я стоп, и сразу остановились. Все, что больше трех шагов, один горячий. У меня там трава такая с балаболками растет. Она крепко бьет. И называется идея. Это идея. Идейное воспитание. Я стоп, остановились. Прыгай. Мы никто не видели, как он. Ему надо три шага сделать. А он там пять шагов. Он как прыгнул, как кузнечик. На одной ноге. Ноги длинные. Он прыгнул до Володи. А в той стороне еще раз. И прыгнул третьим рядом. Мы со смехом покатились. Сашка, как ты там мог? Ну-ка еще прыгнул. Больше не мог прыгнуть. Тут его наказание подстегивало. И это вошло в историю. Он не умел ничего делать. Я его взял фуражку и высоко на столб повесил. А без фуражки нельзя застан выходить. А кто мне снимет? Никому не разрешу. Только ты должен снимать. Он сорвался несколько раз. А потом показал, как ноги столб обвивать. Ну, поле сразу достал. Достал. Сел на скамейку и заплакал. Я говорю, что ты плачешь? Ну, я и не знал, что я умею лазить. Сын Дьякона. А теперь он священник. И теперь он у меня в друзьях. Крюков Александр. Хороший пацан. Может быть, и хороший батюшка. 105 килограмм весом. И чудо. Добрый. И он не пузатый, а просто, полный, сказать, вес налитой такой. Его не скажут, что он пузатый. Он видно, что комплексия. Но я ему говорю, чтобы лишнего не было. Он не выглядит ни пузатым. Вот она как бы сходна. Но лишние килограммы, они будут душить тебя. Мы недавно у одного были. У него килограмм больше 60, наверное, лишнего веса. Ну, работай над собой. Я говорю про детский лагерь. 40 лет. И чего у нас только не было. Фильмы про нас дурные снимали. И показали по телевидению. И родитель ночью приехал за своим сыном. Что там издевательства. Они их кормят. Сына из лагеря вырвал. И, ну, до свидания. Расписались. Одежу отдали. Все. Он с сыном дорогу идет и разговаривает. Ну, рассказывай еще. Еще рассказывай. Ну, как вас тут избивали? А кто избивал? Ну, уже по телевидению не показали. Я это не смотрел. Ну, вас били здесь? Нет, не били. А как же так? По телевидению уже показали. Не кормят, морят папу. Здесь кормят. Я дома никогда так не ел. Так это ничего не было. Не было. Он с ним погулял. Пришел. Возьмите, пожалуйста, обратно. Я говорю, уже назад мы не берем. Он уже порчен. И вы будете подыскиваться. Ну, найдите другой лагерь где-нибудь. Вы не доверили. Понимаете, не из-за того, что я обещаю, а то, что я знаю, уже путной у нас не будет. Вы нанесли ущерб ребенку и себе. Это тоже работа. Работа с родителями. У меня были такие девчонки две. Дочери архитекторы. Виново из Баловны. И мать приехала с ними. Сам он такой грозный, а мать тоненькая. Он приехал, наверное, через неделю. Они прям колеса грызут. Образно говорю. Домой, домой ревут. Он говорит, ну а что делать? Я сказал, не трожься. Два недели это акклиматизация. Ну, и мать тоже согласилась. Уехали. Через неделю приезжают домой, они не едут. Им нравится. Остались, они уехали. Уехали, рассказали. Он теперь приезжает и привозит племянника. А племянник говорит, возьмите его в лагерь. Он говорит, такой, каким-то буддистом там залез. Андрюша звать его. Приехал с матерью. Ну, я говорю, если он останется. Он пошел. То время вот этот скворечник строили. И он везде. А может я буду тут? Но день первый он сразу сказал, я не хочу остаться. Я домой поеду. И мама с ним ходила по ягодам и все уговаривала. Андрюшенька, останься. Может понравиться где-то. И он остался. И за лето самая лучшая характеристика ему была. Что бы ни делали, он везде. Вот если бы ты на машине был, он каждые гайки лез бы. Давай подержу, запомню. Все старается делать своими руками. Он до того, пацан оказался, ну ему уже возраст такой, на раме 13 было, самостоятельный. Для матери прям помощник вырос настоящий. Ну и я характеристики выдавал, лучшая характеристика за лето. А вначале пришел, зауросил домой. Так что, дело покажет. Я говорю с вами, зря или не зря. Заехали мы зря или не зря. Как вы считаете, можно в вашем лагере, если я знаю правила, куда попал, просто не буду косячить и все. Как вы считаете, и это... Именно как, что не больше. А, ну не буду косячить и все, чтобы мне ни горячих не ставили. Или все-таки все равно натура где-то вылезет человеческая. Нет, никак. У меня были люди, которые по 7, по 10 лет, ребята, и ни разу не были наказаны. Они в пример просто ставились. Ну ни одного. Вот у меня было, я один раз как бы наказал его. Нельзя не наказать, он нарушил. Берущий один баптист перешел в православие и прислал ребятишек. А они, ребятишки, тихие, спокойные, но и хидные. Поели, за стола вылезли. А этот Сережа... Ну, как фамилия-то его? Сережа, который его знает. А, Пищиков. А? Пищиков. Да нет. Большой Сережа там, к которому Катька приходила-то. А, Краснов. Краснов. С Барнауловым. Да. Хороший пацан. Он сидит, а Нина, Жовнер, обслуживала. И она ему дала, видимо, бабку. Или он был обслуживающий, сейчас не знаю это. А этот проходит, увидал ее обжора и прошел мимо. А Нина-то услышала, она его остановила, этого, баптиста перешел, который. И там Тимофей звать, говорит, ты, Тимоша, еще, может быть, есть хочешь? Да нет. Но она поняла, что как бы завидует, что там рис, плов там. И она хотела его угостить, у нас это запросто-то. А этот ничего не сказал, доел. Когда доел, подошел к нему, как его звезданул по морду. Ни слова не говоря. Ну, тот окрасился. Теперь сразу это большое преступление. Ударили в колокол, собрали. Бил? Бил. Наказываю я тебя. Ты уже третий год у меня ни одного замечания не было. А сегодня я обязан тебя наказать. Просто я на защите человека. Я создаю 100% защищенность ребенка. Никто не имеет права обзываться, драться. Это преступление. Я тебя накажу. Ну, я его завел, дернул. Серьезно дернул. Сереж, ты не мог воздержаться. А он не отвечает еще. Ладно. А того тогда я вызвал, тут ты сказал. Ты ему такие слова говорил, обжор, да. Ты его сам спровоцировал. Я тебя не наказываю. Но я тебя накажу в самое короткое время. Как только ты на этом деле попадешься. Тебе сейчас пять горящих над тобой. Вот пять пальцев. А я тебя не наказываю. Но эти пять я добавлю к тем, когда ты будешь. Он буквально в этот день опять попался. Он ехидный. Другого обозвал. А вот теперь я ему по полной программе и выдал тому. Ты его спровоцировал. Но и у тебя ни силы нет ничего. Этот спортивный. Виду такой рослый парень и хороший. Просто не стыдно в глаза родителям сказать. И мама приезжает. Заботливые такие. И правильное отношение в семье. И он пример просто. Понимаешь, как я должен это сманеврировать и утрясти и поставить. Вот у меня одно время приехал с группой отец Василий Толстенко. Я уже рассказывал о нем. И он с Одессы приехал. Там он был не в Одессе, а Николаевск. Там город рядом с Одессой. Ну и он говорит далеко все-таки через всю страну ехать. И постараемся лагерь там образовать. Ну и образовать. Кто образовать-то? Ну он же будет образовывать. Но у меня случился конфликт. И была одна староверка. Старая обрядка. И скажется, Ростову-на-Дону. С сыном вместе. И женщина такая несварливая. Нормальная там. И была одна кандидат наук. Она без руки. Дудина. Что они с ней не поладят? Это православная. Разлад такой у них пошел. Прямо. А эта сидит, забилась. Палатку не хочет выходить. А это. Ну разлад. А Василий-то все это дело видел. И он наблюдает. Он следователь военный. Батюшка бывший. И он наблюдает. А как теперь я что буду? Буду-то. И я к вечеру их обоих примирил. Обоих наказал. И опять все мирно. Он ко мне подходит и говорит. Я бы никогда не сумел. Никакого лагеря у нас не будет. Надо уметь мирить не только детей, но и работников. И как? Как ты такой выход нашли? Ты видишь, что я знаю ее биографию. Зная ее, я ее начал под это подкашивать. Ты больше знаешь. С тебя больше спрос. Ты видишь, человек из какого общества. У нее подвижка. Она не свирепая, как все старобрядцы. Все почти. А она нормально рассуждает. Зачем ты ее здесь заделал? Ты виноват и это. Ну наказал как? Допустим, до беда не есть или что-то. И все, опять все мирно. Опять все мы вместе. И дальше пошло. Таких ситуаций, ну ни одна, ни две. А людей было намного больше. Я говорю, один раз с поезда сразу 72 человека только сошло. А Саша говорит, у него 30. Да у нас 30 вообще это норма. А ты знаешь, там 4 приехало человека, 2 к ним добавилось. Нам разницы никакой нет. Работников мало, детей мало. Один год так же было. Детей нет. А главный работник Наташа приходит. Это центр в лагере нашего. И она не соглашается, на работе никак не знает. Потом она вдруг последний день остался до набора детей. Уже заканчивается. Она пришла, говорит, и отпросилась. И ну, как пошли, как лавины. Звонки, детей, лагерь сразу набрался. Дети никто не знали, что она не соглашалась и согласилась. Вот с сегодняшнего дня и сразу еще человека 2 работники. И сразу пошли звонки. Какая связь? Никто не знал. Убого все вымерено. У нас нет обслуги, нет и детей. Нынче у нас затруднения с обслугой. И детей мало. А нам какая разница? Много мало. Мы дали объявление в Алтайской правде. Это 67 тысяч объявлений. Свободный курс. Там другие газеты. Маркер-экспресс. Купи-продай. В городе это повесили. Детей нету. Один пацан. Один. И один, и тот виртуальный. Виртуальный. Он ненормальный ребенок. Вот пример. Ему 12 лет. А Фросе 8 лет. Разница какая. И он смотрит на экран пацан. Я теперь их понимаю как. Он везде стреляет, нажимает. И пули ни одна до него не долетают. И у него это он в этом мире. И он там хозяйничает. Он стоит где этот. Тарзанка под ноги этой. Она там вот такая толщина. И такой ширины. Там полкилограмма. Это если деревяшка. Фросе стоит наверху на площадке. А он внизу. И он Фросе говорит. Ты мне качи эту. Я возьму ее сюда. Он в виртуальном мире знает. Она качется. До этой рамки дойдет. И дальше никуда. Ну она летит. Почему? Вылетел оттуда. И бьет ее прямо в глаз. Парень долой. Он никак не может понять. Как она оттуда вылетела. Из этой рамки-то. У него все там. В этой рамке. И он на весь мир смотрит. Глазами вот этой. Объемлющей рамки. Я с ним говорю. Ты что дурак что ли? Молчит. Ну ты видел? Она уже вылетела из этой рамки. Ну прямо долбать. Она ударила и долой. Она послала тебе. Она не в рамке никакой. Она стоит. Она нормально стоит. Он не может еще понять. У него виртуальная игра. Проходит там у Надежды Васильевны. Та же самая история. Его второй раз звезды донули там. И он сидит за голову взялся. Как же она оттуда вылетела. Она никогда не должна вылетать оттуда из рамки. И показывает по телевидению. Видел? Когда отнимают у него. И как он начинает бесноваться и кричать. Она его кричает. Ну видимо ей заплатили, чтобы показать. Он бесновится, орет. Другой до утра сидит здоровый. Мать говорит. Ты же еще и спать не ложился. Он тут же взял душ и зарезал ее. А другой бабку зарезал. Но она ему не родная, а ухаживала. Попросил напиться. Бабка пошла берез накрывать. Он ее за глотку пилет. Зачем? Хотел посмотреть как там и как здесь похоже или нет. Это хуже всякого наркотика. И вот этот наш его Тимур. А крещеный он Андрей. Я говорю, я с ним разговариваю. А он вот так вот. А ты что отворачиваешься? Он там отворачивается. Он думает здесь. Я нормальный. Я с тобой рядом разговариваю. Он думает отвернулся. Экран не видит. И меня нету. Я у вас там можно. Ты что от кого ворачиваешься? Он был на мехлопах. Как я вылез оттуда? Он не может понять. Из этой рамки-то. Он на меня смотрит как на человека, вылезшего с экрана. Вы даже не знаете глубины разложения личности. Я тогда посадил за стол. Он прямо напротив меня сейчас сидит. Жевать. Он не может понять. Если я говорю, он это принимает. Но что то, что я ем зелень и подаю, с экрана не подают. И он отказывается. Я ему подаю. Он не может понять, что я живой. Ему толкаю. Ешь сейчас же. Шайк от него. Он клубнет и сидит и смотрит. Он видит меня только в экране. А что у меня ложка в руке, сейчас пол бы звездной. Он не может понять, как ложка оттуда с экрана вылезла. У него стреляют и все там заканчиваются. Они пули не вылетают оттуда. А тут вылетело. И вылетело очень крепко. Он сейчас такой синяк у него все здесь. Понял? Если кто играл в игры, я сегодня объявлял. Спасение, я так вижу, только одно. Покаяние к священнику на исповедь. И то не за один раз может быть. Я просто, ну, меньший опыт имею, чем исследователи, может быть. Но я знаю выход только в исповеди. Покаяние. И больше никогда в доме, чтобы не было ни одной игры, вырвать все и искренне раскаяться. И вот у меня в лагере же это было. Дверь открыта, форточки открыты. Служба только началась. Кувык, парень. Его вынесли, положили на улицу. О. Заходят. Сапфира. Она меня там ждет. Я уже. Тоже упал. Она может придуряться. Но лицо сделать белым, как простынь, она не может. Она прям лежит, как смерть. Ее вытащили. Вытащили. Заходим. Третьи валяются. В храме. Вытащили двоих. А те двои сидят, глазами хлопают. У них уже ничего нет. Они бесноватые. И они, как свиньи, задыхаются в ладане. А батюшка пошел, походил. У них купорка один за одним. Я дальше начал исследовать все игроки. Прикромные игроки, увлеченные. Даже смешно смотреть. Только вынесли. И заходят. У них румянец, нормальные ребята. Все. Заходят. Третий лежит. Третьего за ноги понесли. Я говорю, так вы меня весь лагерь туда вынесете. Надо прислушиваться. По мобильному долго не разговаривать. Больше двух минут не говорить. Я нарушил сейчас. Две минуты не чаще пять раз в день. Мозги спекаются. И у меня есть опыт. Я с этим не спорю. В общей сложности в день, чтобы, ну, две-три, там, ну, никак не больше пятнадцати минут. Последствия разговоров могут проявиться, может быть, через три поколения. Это рак мозга, апатия, безразличие, забывчивость и ранний-ранний склероз. Эти уже качества выявлены на сотнях тысяч людей в разных странах. А вы ломите по телефону. Вот такой стационар заведи, по нему разговаривали. А мне кто звонит, я отвечаю. Все, лимит окончен. Следующий только через неделю. Все. Это мои мозги. Вот у меня телефон подарили. А я его в этом кармане нашел, положил. Ну, позвонит, я возьму. Проходит неделя, вторая. Сердце колет. У меня никогда сердце не болит. Колет, и все. Пошел в баню, еще сознание не потерял. Я едва из бани вышел-то. Я его вытащил, вот расстояние положил. У меня перестал сердце болеть, бани нормально. Вот всего. Не считая во время грозы молний, скольких убило людей, пишут. Надо опыт людей перенимать. И вот так и с детьми я все разговариваю на своем опыте. Я же не педагог никакой. Хотя считают, там, таким знатоком педагогом. Не педагог я. Я христианин, проповедник, а уж какой был, знаете. И ребенка я возвожу на уровень взрослого. Без Христа нет жизни. Видишь как? 40 лет это не два дня. 40 лет я начальник лагеря. 40. А это тысячи детей. Отдохнули, поднялись. А лагерь комплексный, там могут быть и родители. Ну, значит, я и с родителями могу входить в конфликт. Старые снимки смотришь, даже не верится. Один год мы, дети только, ну и взрослые там были работали. Кажется, не то 8, не то 12 полных машин с высокими бортами напилили. Я в деревню, значит, учителям. Матери завел, в школу завез, в церкви. Там город куда, это до обеда они работают. Там кипело все на 12 пар. Работает столько народа. И это сохранилось в фильме тех старых. Ребенок другой не хочет работать. Как? Очень просто. Не кормить. Больше не надо ничего. Но не кормить, не просто усеять. Он должен напротив стола стоять, а я смокую. Какая каша, ну надо такая вкусная. А он стоит. Так у меня был один, он как заорет. Работать хочу. Не есть хочу, а работать хочу. Сережа, после обеда ты еще поработаешь. А сейчас пока нельзя. А можно по-другому? Не знаю. Просто я не знаю другого никак. Но я вижу на результат. Ребенок начинает работать. Он не умер. У него все нормально. Но по желудку я его проскрек. И вот этот тоже приехал. Он ее сразу сказал забрать. В обед не давать. Ему завтра поесть только. Все. В следующей неделе тут сильнее молотит. Вот этот виртуальный. И они звонят бабка с мамой. Как? Да как у него аппетит? За обе щеки уплетает. Ну, да вы что? В один день вылечил. А бывает так. Ребенок начинает мухлевать. Вот у меня что-то болит. Да что, лечить надо что ли? Вот не могу. Болит. У меня скамейка там есть одна. Вот. Ну, таракане. Нет этой. Куриные ножки. Ну, по-насам. Он сидит. Вот сидеть будешь целый день. Только в туалет сходить. Не пить, не есть, не купаться, не играть. Раз ты больной, куда? Он сидит. Ну, мы работаем, он сидит. Но он понимает, завтрак приближается. Я не знаю, у меня вроде бы прошло все. Да нет, еще болит. Ну, давай пощупаю. Нет, не болит. Нет, нет, не болит. Все, готово дело. А то вроде эта скамейка у нас лечебная называется. Чтобы ребенок согласился. Ну, было один раз. А я согласен не работать, чтобы не есть. Ну, не есть, значит, и не работать, не гулять. А что, утром спать охота. Залазьте, ложитесь, спите. Они легли. Два-три часа выспались. Как они мучились. Выйти. Они каются. Я их до обеда там продержал. В теле-то в этой. И есть-то охота. И выйти охота. Больше ни разу утром не говорили, что спать охота. То есть клином вышибается клин. А они... Лия на проводе, немножко перед сном. Это кто? Лия, Лия. Алло. Поговорить хотел. Добрый день. Ты где ж, голубушка? А что ты туда подалась-то? Там много лучше там, чем здесь. А мы тут беседуем. Я им надоедаю своими нотациями. Илюша пришел. Ну вот. Спаси Христос. Алексей принял нас, накормил. Сейчас готовится ко сну. В наших краях будете. Мы просто должники теперь ваши. Примем. Уложим. Ну еще в Арламу там поцелуй. Вопросы ко мне есть какие? Все. Спаси Христос. Мы едем очень далеко в Москву. Бессионерская поездка. За Москву. А сейчас были до Байкала дошли. Так что молитесь. Мы едем на своей машине. Грузо-такси. Так, я отошел.